всем большой привет очень приятно что вы зашли ко мне на канал сегодня будет тема которая наверное очень многих мамочек волнует интересует все мы мамы очень хотим успевать многое и даже больше чем мы можем чем мы хотим это делать к сожалению в сутках только 24 часа я всегда говорю о том что если бы было бы еще 24 часа в сутках я бы наверное действительно успевала бы все что я запланировала то что я хотела но к сожалению время нам не подвластно мы подстраиваемся под время а не оно под нас поэтому нам приходится успевать в эти 24 часа сделать свои планы оставить время на себя заняться домом воспитывать детей и вопрос как же все успевать это видео будет запрос видео ответ потому что меня попросили снять об этом видео я на самом деле очень долго думала что же такого вам интересно рассказать потому что наверное ничем сверхъестественным как говорится я не отличаюсь я такая же обычная женщина у которой те же самые все проблемы дела и ну как то наверное что то нового я вам не расскажу я решила сегодня поделиться просто своим режимом дня как у нас проходит время как у нас право проходит тень что мы делаем как я делаю распределяю свои обязанности поэтому если вас заинтересовала эта тема то конечно же продолжайте смотреть и оставайтесь со мной за окном идет дождик я надеюсь что стуки по окошку вас не будет сильно отвлекать начну наверное я видео с того что я мама двух сыновей первому сыну у меня почти 10 лет в октябре будет и сейчас ему 9 и 8 второму сыну у меня 24 это разные две противоположности друг другу и то есть если я в первом декрете просто отдыхала наслаждалась и я очень много позволяла себе делать в плане какого-то хобби каких-то занятий я в первый декрет очень много занималась докупажем прям вот захлеб мне это очень нравилось сейчас второй декрет совершенно отличается от первого я бегаю целый день мы не сидим на месте мы все время что-то делаем движение и за счет того что два разных ребенка естественно два разных совсем декрета но видео будет сегодня не об этом просто такая скажем предыстория о том что и как чтобы вы имели ввиду значит пока наверное буду рассказывать про наш режим дня про наш график это сейчас в летнее время в каникулы потому что когда идет школа школьный график у нас совершенно другой и сейчас наверное ну просто нет смысла его затрагивать если будет вам интересно то наверное уже ближе к сентябрю или в какое-то уже учебное время я сниму может быть вторую часть этого видео именно как проходит наш день школьное время когда старший ходит школу так как у нас каникулы мама вздохнула уже со спокойной душой можно отдыхать уже нету раннего подъема нету переживаний поэтому это такой период релаксации период когда можно набраться силы эти три месяца и подготовиться и себя подготовить и настроить к школе может быть это я конечно сильно так уже утрирует но все равно в принципе наверное так и есть и так начинается наш день обычно в часов где-то восемь когда-то пол восьмого когда иногда бывает в девять все зависит того во сколько просыпается младший ребенок потому что он у меня не спит долго но вот сегодня кстати было исключением сегодня мы проснулись все вместе аж полдесятого это был просто праздник для меня я честно скажу уже не помню когда так долго спала так вот мы просыпаемся с младшим сыном он обычно ко мне под утро переползает и мы с ним вместе досыпаем муж мой уходит на работу часов пять шесть поэтому как бы мы вдвоем досыпаем старший сын у меня спит отдельно и он у меня жуткий соня он может проспать часов до десяти до одиннадцати то есть иногда даже приходится выйти поднимать пока старший дрыхнет мы идем с младшим сначала конечно мы пока еще валяемся где-то полчаса но в часов девять мы наверно точно уже выходим из комнаты идем на кухню завтракать пока матвей у меня не хочет сам есть он лентяйничает и редко когда сам берет ложку и кушает поэтому пока я его кормлю я сама делаю завтрак то есть я его кормлю пока он сидит смотрит мультики я кушаю сама то есть таким образом получается что мы вместе позавтракали и пока он там еще досматривает мультики я быстренько убираю посуду все прибираю так скажем и идем в комнату и заправляю кровать мы переодеваемся мы потом идем умываться я заставляю конечно каждое утро чистить ему зубы потому что понимаю что это надо хотя он опять-таки это процедуру не очень любит но все равно чистить надо зубы пока мы здесь в общем прибираемся также одеваемся собираемся у меня уже к этому времени просыпается старший сын и и у меня старший сын также идёт потом завтракает я его кормлю и потом у нас все как как говорится может быть не непредвиденная ситуация то есть если все хорошо мы идем на улицу если хорош погода мы гуляем утром вот сегодня самого утра льет дождь поэтому мы сидим дома и ну к сожалению дождик нас не выпускает на улицу приходится заниматься чем-то дома играться находить какие-то занятия по поводу занятия и что сейчас любит и чем заниматься вообще любит матвей я не буду делать отдельно видео не я наверное в этом же видео сразу вам на это на этот вопрос отвечу потому что возможно скорее всего будут задаваться такие вопросы какие самые любимые сейчас занятия матвея если опять-таки повторюсь на улице дождик холодно или как он был неделю назад мы болели мы сидим дома естественно и мы можем утром посмотреть мультфильмы пока идут интересные мультфильмы какие-то не заезженные вот утро это так скажем мы можем отвести под мультики потом мы начинаем играть либо в кинетический песок либо у меня матвей любит сейчас очень рисовать красками причем краски может потом нарисовать себе на руках этими руками рисует по листам на в альбоме также очень любит сейчас кстати так же лепить тестом которому покупали тесто для лепки с фикс прайс очень крутое тесто у нас вот оно сколько уже в использовании на 1 месяце 2 вообще не потерял своей формы то есть мы полепили закрыли все убрали обратно в эти коробочки и у нас она стоит очень удобная податливая мягкая приятно с ним работает ли легко делать какие-то фигурки матвей надо мне просто любит любит сидеть берет кусок пластилина начинает его просто по кусочкам разбирать либо мы с ним сидим вместе что-то лепим но ребенок у меня не усидчивый ему очень тяжело заниматься каким-то определенным одним делом кстати старше у меня в этом плане противоположность опять-таки и он в свое время также в два года очень очень любил рисовать прям сидел и мог часами разукрашивать раскраски я его не видел не слышала он то есть знаете такой усидчивый ребенок а этот же нет так что мы еще мы также играем в машинки мы играем железную дорогу достаем строим просто можем бегать день завида ну разные занятия у нас как всегда как говорится может все это меняться можем вместе играть все втроем можем по отдельности сейчас так как каникулы максим у меня в телефоне сидит в игры играет там где-то на планшете какие-то может быть фильмы смотрит мультики которые нету телевизору также конечно же чтение у нас каждый день идет со старшим но в общем мы проводим время вот так скажем в игры в занятиях каких-то потом приходит подходит время к обеду а у нас какой-то легкий такой перекус что-то мы перекусываем можем какие-то печенье пряники там с молоком с чаем попить и процент и и но получается мы еще не обедаем полноценно потому что завтрак у нас получается позднее и как раз коснул еще он нет такого сильного голода либо это могут быть фрукты какие-то и мужа тогда то есть вот этот перекус у нас прошел и я укладываю матвея спать спит он у меня примерно с двух часов бывает до четырех до пяти когда как из все зависит от его состояния опять-таки от погоды если дождевая погода бывает спит позже и дольше и то есть и три-четыре часа спит если хорошая погода и если он раньше стоит то естественно он засыпает раньше встает раньше опять-таки после того как матвей просыпается мы идем кушать и мы уже полноценно обедаем то есть у нас такой поздний обед потом мы идем гулять если хорошая погода если опять-таки все вот таком вот дождливом режиме мы опять-таки дома сидим занимаемся и играем здесь опять-таки игры могут быть разные и и ну в принципе как вот так вот так вот весь день до у нас проходит в играх каких-то занятиях если хорошей погодой мы гуляем естественно потом также подходит время к вечеру к ужину мы кушаем потом купаемся купаемся кстати с матвей я купаю не каждый день где-то через день но иногда он так как он любит купаться у меня я его иногда сажаю в ванну и он мне там прям сидит час-полтора может купаться это прям его стихи он очень любит воду очень любит купаться но опять-таки купание каждый день и потом уже все еще побесимся часов 10 вечера у матвей начинается такое время действительно в 10 часов у него как-то прям как по щелчку и он начинает гоняться по комнате у него вот это выходит еще наверное энергии которая осталась и не вышла за целый день не знаю но это прям его время начинает бегать прыгать носиться кричать и все остальное бесимся еще под вечер и потом уже укладываемся спать по поводу того когда же я успеваю готовить когда я прибираюсь и занимаюсь домом если опять таки мы дома до утреннее время пока мультики дети сидят смотрят я могу спокойно стоять погладить белье я могу также в это время прибраться два раза в неделю я делаю влажную уборку так как сейчас лето очень много приносится и с улицы и песка и пыли и ну то есть все такое поэтому два раза в неделю обязательно стараюсь делать влажную уборку пыль я убираю по осмотрению то есть если я вижу что она у меня скопилось я беру просто спокойно и вытираю также пылесосим два раза в неделю пылесос я уже доверила своему старшему сыну это его уже обязанность поэтому да вот пылесосит у меня максимка пока и как бы так и готовлю естественно я тоже по мере того как у нас уходит это еда обычно это каждые два-три дня первое я готовлю на два-три дня то есть я не готовлю каждый день супы а второе тоже зависит от того как мы это все употребляем смотря какая пища и ну таким образом естественно я выбираю либо я готовлю во время того как спит матюша у меня я иду готовляю там что-то на ужин или на обед варю каши я также на день два дня у нас получается та емкость которая у нас предназначена для молочных каш где-то рассчитана на день два то есть если мы сядем все вместе скушим эту кашу то у меня за один раз она уходит если я только детки то на два дня у нас хватает молочной каши каши я также варю всегда разные у меня дети благо молочку едят любую не капризничает в этом плане поэтому с вечера я готовлю кашу когда уже уложу детей я пока сижу там в интернете как говорится общаюсь просматриваю комментарии или что-то готовлю к видео допустим там редактирую я в это время как раз таки варю на утро кашу чтобы я проснулась у меня уже была утром кашка детям только разогреть я не люблю просыпаться утром и стоять еще у плиты варить кашу и дети получается сидят ждут пока же это все сварится потом пока она остынет то есть мне как-то удобнее наверное и я уже просто привыкла готовить с вечера что еще рассказать свои какие-то процедуры также я делаю либо во время сна пока матвей спит это может быть маникюр педикюр что еще какие-то маски остальное какие-то процедуры с телом обертывание какие-то массажи и так далее это я делаю уже в душе вечером после того как приходит мой муж он уже я знаю что дома может если что-то вдруг там во время сна проснется или вдруг ну не знаю выйдет после того как я его уложу ну что-нибудь случается то есть я уже уверена что кто-то за ним сможет присмотреть поэтому вечером уже да все процедуры в душе я делаю после того как ребенок ребенок спит то есть я детей укладываю вот в принципе вот такой вот наш график дня ничего в принципе особенного ничего сверхъестественного снимаю я видео тоже во время дневного сна то есть я понимаете как то распределяю то есть если я в один день во время сна готовлю кушать если я знаю что мне нужно на следующий день там или в этот день приготовить обед естественно я откладываю съемки я иду готовить если я все приготовил у меня все готово все как говорится сделано необходимые домашние дела и у меня есть свободное время то я в это время как правило снимаю видео так как у меня сейчас муж очень плотно работает и уже дома не бывает так часто и не может взять ребенка допустим и пойти с ним на улицу да поэтому я снимаю в основном в его дневной сон вот как например даже сейчас матюша у меня спит я с вами сижу разговариваю снимаю для вас видео вот так вот проходит в принципе то наш день я не знаю помогла ли я кому нибудь этим видео было ли вам интересно ну запрос был и я конечно же с радостью отвечаю и снимаю такой видео ответ спасибо вам большое за то что вы посмотрели это видео я кстати буду вам благодарна если вы напишите в комментариях сколько у вас деток какого возраста ваши детки как проходят ваши дни также что вы делаете чем занимаетесь естественно выходной день это как правило день когда папа может взять выходной и мы можем если при хорошей погоде куда-то поехать в торговый центр куда-нибудь в какие-нибудь игровые комнаты что-то новое посмотреть в зоопарк съездить на конюшню на природу выйти то есть ну так вот скажем это уже выходной день семейный когда мы проводим его все вместе и можем уже вне дома куда-то выехать и что-нибудь интересное посмотреть погулять ну так скажем выехать из дома сейчас уже конечно же начинается дачный сезон пока на улице еще холодно у нас вот в Москве например всю неделю льют дожди холода 5-7 градусов поэтому на дачу я не вижу смысла ехать тем более что мы недавно переболели и мы сидим дома как только будет потепление естественно мы уедем на дачу пишите свои комментарии оставляйте запросы если у вас еще какие-то остались вопросы по этому видео пишите я надеюсь что я ничего не упустила вроде я все свои моменты затронула и уборку и готовку уход за собой игры и все остальное надеюсь что ничего не упустила спасибо что посмотрели оставайтесь со мной и дальше очень приятно когда вы из одного видео ко мне переходите в другое также комментируете мне очень приятно что вы со мной вас уже 12 тысяч я так безумно рада что вы находитесь что-то интересное для себя на моем канале мне это очень очень конечно нравится я дальше стараюсь сделать для вас что-то интересное полезное надеюсь что вы черпаете из моих видео тоже для себя какие-нибудь полезные идейки спасибо что были со мной я вас всех буду ждать в других видео до новых встреч всех вас люблю целую всем пока пока до новых встреч